Упала, очнулась. В итоге перелом шейки бедра. Очередной жертвой гололеда стала 87-летняя пенсионерка. Сейчас пожилая женщина находится в больнице. Получить травму легко и на обработанных от наледи пешеходных дорожках. Все потому, что подрядчики не соблюдают технологии уборки снега и льда. Так считают некоторые кировские общественники. А что на это скажут в администрации города, в скользкой проблеме разбиралась Ульяна Нездакова. На этом месте моя мама лежала на снегу около часа и ждала скорую. Потому что сказали, что скорая приедет не скоро. С болью в голосе кировчанин Андрей Казаков вспоминает события недавней пятницы. В тот день его 87-летняя мама Лидия Михайловна отправилась за покупками. Но до магазина не дошла. Подскользнулась на тротуаре около дома на Чапаева-2. Почти час женщина ждала скорую, лежа на снегу. Спасибо, говорит Михаил прохожим. Не бросили в беде, вызвали брикаду и ему позвонили. По приезду врачи вынесли неутешительный вердикт. Перелом шейки бедра. Боль была адская. Потому что ее двигать нельзя было. Даже перекладывали, когда с носилок на носилки она стонала. Сделали рентген. И пришел хирург и сказал, нужна операция. Потому что если не сделать, зафиксирован не будет нога. И может быть она срастется неправильно, будет короче. Тем более в таком возрасте. Операцию провели, но впереди Лидию Михайловну ждут месяцы реабилитации. Но несчастного случая можно было бы избежать, говорит ее сын, если бы в администрации города следили за состоянием тротуаров. Не может продолжаться такое. Люди падают, ломают кости. Ситуация не меняется в лучшую сторону. Потому что я слышал, что на этом же месте упала женщина, сломала ключицу. Немало жалоб от кировчан поступало и на скользкие пешеходные дорожки здесь, на перекрестке улиц Воровского и Менделеева. Но, видимо, власти все-таки мониторят соцсети. Сегодня тротуар оказался щедро посыпан песком. Вот только песок делу не помог. Прохожие продолжают совершать немыслимые пируэты и падать на ровном месте. Запачкалась, но жить буду. С юмором отнеслась к ситуации кировчанка Елена Ливанова. Ну, посыпано. Ну, видите, когда вот сейчас же тепло и, видимо, все перемешалось. Ну, и ходит много. Надо постоянно сыпать-то не один разочек. Дело не в количестве песка, а в качестве работ и соблюдении технологии при очистке тротуаров, объяснил падение прохожих общественник Шамиль Бузиков. Подрядчик должен сначала убрать снег сверху до слоя льда и именно на него высыпать реагент. Причем равномерно, а не комками. И только тогда будет эффект. Лед расплавится до асфальта, а не будет копиться всю зиму. Здесь вот слой наледи, который образовался, уже слой снега, ну, составляет здесь порядка больше пяти сантиметров. Получается, если бы всю зиму делали правильно, то у нас бы было свадьбу? Абсолютно верно. Вот мы наблюдали бы здесь по всей длине бы такую вот брусчатку. Отношение подрядной организации к данному участку, знаете, ну, как сказать, галочное, назовем так. То есть пришел, создал вид, что-то посыпал, уехал и так далее. Однако подрядчик стойко держит оборону. С его слов, за выходные дни обработано около 70% всех тротуаров, которые входят в контракт. При этом пешеходные переходы, остановки, лестницы, спуски и подъемы очищаются вручную. Все жалобы граждан обрабатываются. Большинство тротуаров содержится в плотном покрытии, это снеговое покрытие. На нем, бывает, образуется гололед. Мы его обрабатываем песко-соляной смесью. Есть тротуары, которые мы содержим и в асфальте, либо в брусчатке. Там работаем с галитом. Его очищаем до основания. Со среды в областном центре ожидаются очередные снегопады. Подрядчик заверил, он держит руку на пульсе. Техника и рабочие готовы, галита достаточно. Тем временем, с начала года в Кирове из-за гололеда пострадали 42 человека. 22 из них понадобилась госпитализация. Чаще всего падения заканчиваются растяжениями связок, ушибами и переломами. А чем закончится история с 87-летней пенсионеркой, перенесшей операцию, покажет время. Ее сын намерен подать в суд на теруправление Ленинского района. Ульяна Ездакова, Александр Нестеров, Бюро новостей Давича. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!